Добрый день, дорогие друзья, уважаемые поклонники футбола. Мы рады вас приветствовать на стадионе «Октябрь». Юношеская футбольная лига UFL3. Нашему вниманию сегодня мы будем наблюдать за матчем 17-го тура между Академией Родины и Ростова. Мы понимаем, что располагаются команды при этом лишь в расстоянии одной победы в центре поля. Это желтая карточка. Делает передачу на правую фланг, куда стремится Ирамир Белоконин. Он остается с мячом, бьет в ближний угол. И здесь лишь только Максим Тулупов. Отлично он открылся и ушел одним незаметным для Артема Луганского касанием и движением. В туре под номером один. Матч против Строгино. Строгино, которое замыкает тройку сильнейших. Команда в желтых футболках, но сейчас команда другая. В желтом зарабатывает право на 11-метровый удар. Ушел от Корочкина, поставил спину. Разбегается 17-й номер, бьет и открывает счет в этой игре. Несмотря на то, что Маргоришков угадал. Угадал угол. И Галюта здесь так на тоненького. Пробил подбор далее. Все-таки остается за Ростовом. Более позиционную атаку. Дончане уходит. Галюта бьет в обход. В опорной зоне здесь появился момент, при котором может атаковать футболист Ростова. Вновь правый фланг. Правый фланг Ростова очень активен. Красивое оставление мяча. Галюта бьет. И какой галешник забивает капитан Ростова. Оформляя дубль. 2-0. Ростов уходит в отрыв. Атака по правому флангу. Красивое оставление. Пропуск мяча от Эдуарда Копьяна. И удар в касание. Не успевает здесь Ванян накрыть Галюту. Максимов вышел на левый фланг обороны. Вероятно, следует навес справа. И от Лошкарева подбор также остается за Родиной. И удар в касание. Да, навес Лошкарева. Здесь борьба. Не выигранный Копрана, но все равно позволивший немного соперника поволноваться, занервничать. Галюта убирает мяч под правой внутри штрафной площади. Далее идет дриблинг. Опасный момент может быть. И более того, этот опасный момент приводит к забитому голу. Но гол сделал Галюта, по сути дела. Посмотрите. На этот проход троих обыграл. Здесь и четвертого не заметил. И мяч до Ставпица доставил. Спокойненько так под подошву. Мяч прокатывает еще и параллельно между ног сопернику. Атакует Ростов. И здесь четвертый гол. Приходит после прострельной передачи. Посмотрим еще раз повтор. Галюта. Здесь передача на Ставпица. На замахе тот убрал Максимова. Прострелил. Здесь Яшин. Уже как-то перенаправлял мяч в собственные ворота. Пошел вперед и сделал передачу. Но передача не точная. Необходимо уже возвращаться назад. Потому что атака Ростова. Это Ставпец. Оставил мяч и будет удар Шевченко. Еще одна атака. И что? Пенальти. Здесь Ставпец. Оставил мяч Шевченко. Удар. С ним справился. Максимов не смог его выбить. Зато смог нарушить правила на Александре Федурове. Ну, замудрил, конечно, здесь Александр Федуров по пенальти в этой игре с футболистами Ростова у Марка 1-1. Ну, а вот и звучит финальный свисток. Ростов одерживает победу, забив каждому из таймов по два мяча. Напомню, что до перерыва отличился Савелий Галюта. Сначала с пенальти, затем с игры, забив очень красивый гол. Но во втором тайме стали уже решать многое с заменой.